Дамы, всем добрый день! Я Лада Христиенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного жилья. Сегодня у нас с вами вторник, 20 июня, 506-й лоскутный эфир. И сегодня мы с вами продолжаем работать со светлотой, то есть делать упражнения, которые расширяют наше восприятие и расширяют спектр наших решений при создании лоскутных блоков. Итак, вы, конечно, припоминаете, что в предыдущих эфирах мы с вами работали с черно-белыми, ну или тоже с серыми тканями. Мы создавали с вами блок в домике, вот вспоминайте, да? И мы с вами делали Крэйзи Розу в черно-белом варианте. Кстати, спасибо всем, кто написал отзывы по Крэйзи Розе, потому что я услышала, что для вас вот это сочетание слоев черных и белых на самом деле было очень важно и очень многие сложные моменты создания этого блока прояснилось. Итак, цель нашего видео сегодня – научиться работать со светлотой блоки, который называется ананас. Ну, надо сказать, что светлота, то есть решение, световые движения, такое по светлоте – это ключ к очень многим вашим дальнейшим решениям. Ну, а что касается ананаса, про ананас мы говорили очень много раз. Ну, в частности, давайте сейчас просто историческую последовательность восстановим, начиная с последних эфиров. У нас был 484-й лоскутный эфир про ананас, 482-й, 397-й, 390-й, 244-й, 124-й, 119-й, 64-й и, по-моему, даже 58-й. То есть эфиры с большими номерами, они более сложные, эфиры с меньшими номерами, они такие более простые. Если вы начинающий, начинайте с более простых. Если вы давно уже с нами и учились в академии, то, конечно же, смотрите более сложные. Лоскутный блок ананас очень часто путают с другим блоком, который называется русский квадрат. Вот его схема. Не зря путают, потому что общее для этих блоков – это колодец. Ну, то есть он же лоб кабин, он же хижина. То есть принцип сборки блока путем накладывания слоев относительно центра. Причем неважно, в центре этот центр или каким-то образом смещен. А блок русский квадрат немножко другой, потому что там происходит совмещение полос и треугольников. Ну, а в блоке шишка, он же ананас, да? У нас с вами работа идет исключительно полосами. Причем квадрат. Вот эти треугольники и вот эти треугольники – это тоже мы считаем частным случаем полосы. Что происходит? Первое. Давайте сначала еще раз просто посмотрим схему сборки ананаса. Смотрим. 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 Дальше. работаем со светлотой с этой целью вам конечно надо запастись тканями ткани вы можете набрать из своих запасов потому что я знаю что многие из вас хомяки и запасы у вас титанические если как бы чего-то не хватает во-первых можно пользоваться изнанкой помните мы говорили в прошлом уроке об этом и в принципе можно вот такие ткани вот такие ткани вот у меня специальные подборки есть видите я собираю такие подборки можно найти в нашем учебном магазине академии лоскута учти ссылку конечно же вы найдете внизу здесь и qr-код вот здесь найдете поэтому я думаю что кому надо тут найдет единственное замечание конечно полоса лучше резать по долевой то есть не по поперечке потому что поперечка тянется а по долевой и оптимальная кратность набора ткани это кратно 30 то есть если вы где-то вообще покупаете отрез лоскут какой-то ткани всегда покупайте кратно 30 30 60 90 120 150 ну и так далее ну и теперь по разборку полос на первый важный момент вот здесь в этом блоке о за исключением центра красненького потому что так надо мы с вами работаем с черно-белыми тканями они могут быть у черно-белой ткани ткани ахроматические то есть цветов их нет хотя конечно где-то немножко тут вот чуть голубенького подбавлено да допустим тут немножко бежевенького подбавлено но это уж другать и так мы работаем с вами с черно-белыми тканями и они могут быть двух типов то есть вот в этом блоке белый и белый плавно переходящий в серый и черноватый то есть достаточно так растворено а вот посмотрите тоже блок фактически ахроматика до хроматически здесь сочетание цветов более агрессивные то есть то есть здесь белый переходящий в серый и черный и черный посмотрите он переходит в серый достаточно странным образом он вот таким то есть он становится путем узорчик то есть это это и это и и такая и такая как бы история имеет право на жизнь и вот сейчас давайте прямо на каждом каждом блоке разберем как же мы собираем вот этот вот ананас путем сочетания ахроматических тканей 4 блока разбираем какой здесь использован принцип и так мы работаем только с полосками квадрат частный случай полоски первый слой мой квадрат окружаем белыми полосками но они у нас здесь потом приобретают форму треугольника но тем не менее это полоски посмотрите и вот по диагонали в данном случае мы двигаемся белая полоска и эту полоску краю постепенно утемняли то есть делаем темнее 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 вот это первый слой он у нас самый-юлый и постепенно эту этот слой к краю мы усветляем 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 вот по такому принципу мы делаем с вами этот вот другой блок он покороче посмотрите да но принцип у нас с вами тоже посмотрите вот квадратик по диагонали у нас полоски темнее 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 а по горизонтали и вертикали у нас полоски от наиболее темных что светлее 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 вот это мы работали в основном с серым цветом вот посмотрите два других примера вот у нас цента да и здесь у нас вот это не белые посмотрите это серии это серий серовастый и вот мы начинаем не от белого от серого и постепенно краю полоски сирии в серии в серии вот это спорный случай но мы разберем почему он такой спорный а по горизонтали и вертикали полоски от интенсивно черных постепенно светлеют светлеет но они не сирии они у нас с вами какие они у нас с вами черные разбавлены все большим 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 количеством белого то же самое здесь белые вот посмотрите постепенно они сереют за исключением вот этого треугольника о нем поговорим и черные они от черного светлеют светлеет 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 но не путем размешивания как в йогурте а что путем просто добавление все большего количества белых элементов рисунок теперь посмотрите вот у нас последний слой был такой какой-то игровой сложный да и посмотрите какой интересный как какие интересные элементы рисунка дает стыковка вот этих блоков и наверное не зря мы с вами здесь сделали вот такие цветные квадратики они тоже дадут нам с вами дополнительную игру это то что касалось черно-белой ахроматической палитры а теперь поговорим о сбоке блоков сразу посмотрите вот вы видите что блоки несмотря на то что они большие даже вот когда прикладываю их друг другу стыкают стыков стыковываются между собой достаточно точно если вы соединяете блоки без проставок это имеет существенное значение так вот рассматривая точность стыковки блоков мы можем использовать как минимум три подхода и смешивать их между собой разберем эти три подхода первый классическая лоскутная мозаика и сборка без основы что мы с вами в этом случае делаем мы с вами берем схему блока вот у нас схема блока она с размерами если хотите вы ее можете зайти в лоскутный клуб и прямо скачать эту схему вот специальном уроке который посвящен ананасу вы ее можете распечатать на принтере и на базе этой схемы вы можете делать детали блок когда мы собираем без основы что мы делаем мы берем с вами лоскуты ткани и из этих лоскутов ткани при помощи созданных нами шаблонов что такое шаблон это деталь с припусками да причем припуски у вас у всех разные большинства из вас припуск швейной машины 6 миллиметров но это четверть дюйма но у некоторых швейные машины с припуском 0,7 есть 0,75 есть в своей швейной машины то есть в принципе вы каждую детальку вырезаете отдельно с учетом припусков и собираете детали от центра сначала пришиваете вот эти детальки потом следующий слой и так далее это классический вариант сборки и когда блоки небольшие ну вот максимально вот такие допустим то этот вариант очень даже удобно применим а что если вам хочется сшить блок побольше или поточнее чтобы сшить блок поточнее мы с вами применяем тактику которую мы рассматриваем с вами в восьмом уроке 2 модуля начальной школы академии лоскутного шитья именно там ирина гирина муханова рассказывает вам как шить блок ананас по основе вот смотрите вот это основа это старый подзывальничек вот он и в этом случае мы основу расчерчиваем горизонтальными вертикальными и диагональными линиями и ориентируясь на эти линии собираем блок вот таким образом получается достаточно точно если вы ровно и правильно нарезали вот эти вот пол и плюс как бы у вас хороший обзор достаточно хорошая точность то есть хорошие блоки получаются хороший но есть еще остался очень красивый точно сытый блок вот он видите ну красавчик показываю изнанку те люди которые уже шили парастров сразу скажут о узнаем узнаем это сшито парастров что значит парастров это значит что для основы мы использовали с вами бумагу либо это специальные флизелины отрывные дорогущие немецкие которых сейчас лет уже либо это просто обычная калька желательно калька для карандаша ну и для туши калька подойдет тут не слишком принципиально это сшито по кальке как это сшито то есть мы у нас есть специальный урок сборка парастров да вот этот урок пожалуйста посмотрите мы с вами переносим вот этот чертеж вот этот чертеж мы с вами переносим на кальку и точно по кальке мы шьем с вами блок обеспечивается высокая точность это однозначный плюс минус то что приходится отдирать кальку я это жутко не люблю но тем не менее но зато блоки получается очень очень точным вот еще раз лицевая сторона вот изнаночная а что делать если нам нужен проект с очень точными стыковками то есть не через проставку а вот прямой стыков вот такие надо чтобы вот эти уголочки вот эти вот эти и вот эти между собой полоски очень точно стыковались что в этом случае делать если у вас еще дополнительные условия что надо обеспечить прочность вашей конструкции то есть это будет не панно а скажем одеяло или покрывало ну в этом случае вы можете сочетать сборку по основе и сборку по расту как это делается мы берем с вами вот прямо здесь вот изнанка обо всем вам говорит посмотрите мы с вами берем кусок бязи бомуля но раньше он продавался в икее сейчас не знаю где ну по-честному вот это старый пододеяльник они достаточно такие пластичные старые пододеяльники наволочки там и так и посмотрите я перенесла при помощи портновского колесика узор вот этого большого ананаса нам вот эту ткань обратите внимание это с изнаночной стороны переносим то есть что я делаю я накладываю с лицевой стороны фрагменты квадратики и полосочки прикалываю пришиваю вот прямо видите посмотрите вот строчечка прямо идет видите вот вдоль этих вот точечек пришиваю по расту и каждый слой я проглаживаю делу важно тепловую обработку и у меня получается вот такая четкая и очень очень прочная сборка плюс идеальная точность минус долго то есть это надо каждый сложить влаживать это надо все точненько точненько делать плюс еще надо потратить время чтобы вот на эту ткань этим колесиком все это дело перенести но я вас уверяю если как бы вы будете делать так то результаты будут просто восхитительными итак у нас с вами повторим первый способ сборки мы собираем без основы просто классической лоскутной мозаикой вырезает детальник второй способ мы с вами собираем по кальки по основе по основе по тканевой основе смотри урок 8 2 модуля начальной школы третий способ мы с вами собираем по расту то же самое смотри соответствующий урок академии лоскутного шитья и четвертый способ это фактически микс 2 3 способов можно смешивать первый второй и третий способ между собой то есть вы все расчерчиваете аккуратненько по подвияльничку по основе делаете сбоку по расту и при том детальки вы можете выкраивать но то есть для особых педантов и этого не удерживая попробовав черно-белый способ сборки вот такой вы уже можете спокойно начинать работать с цветными тканями почему потому что вот этот способ он дает вам понимание как действовать по светлоте то есть по светлоте мы еще раз напомню да здесь действуем путем возрастания темного от самого белого самого светлого да а здесь действуем путем убывания темного то есть становится белье 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 такой способ точно так же мы можем поступать и с цветными тканями то есть если взять цветные ткани то по светлоте они работают вот здесь от светлого к темному а А вот здесь работают от темного к светлому, потому что в тот же синий или в тот же зеленый можно добавить много черного, а можно добавить много белого. Если добавить в синий, допустим, черный, то будет черно-синий, такой мрачный цвет, да. А если добавить туда много белого, будет голубой, небо, замечательно, все прекрасно. И вот так вот блоками мы можем играть. Поэтому это упражнение ключ к вашим успешным дальнейшим решениям. И что же дальше спросите меня вы. А дальше у нас с вами вот что. Во-первых, для самых начинающих у нас в лоскутном клубе есть одеяло «Звездочка ясная». Это маленькая детская одеялка, которая шьется на основе блока ананаса. Вот такого. Во-вторых, да, «Звездочка ясная». Вот, вот, вот. Значит, дальше. У нас есть одеяло, которое называется «Бродяги севера». Это курс уже для людей, которые освоили базовые техники лоскутного шитья, хотят попрактиковаться в ананасе. И там задействован у нас ананас, он же шишка. Там задействованы у нас панели. И задействован узор окошка, то есть типология сборки. Достаточно интересное одеяло. Много народа у нас у вас шило. Вот еще раз посмотрите. Ссылка на этот курс. Этот курс вас... Вы очень многому научитесь в этом курсе. В том числе и делать собственные расчеты. Это вот, знаете... Ну, короче, вот много народу шило, и все довольны. Еще какие курсы у нас есть с ананасами. Ну, во-первых, в лоскутном клубе размещена еще схема сборки сложного ананаса. И схема сборки ананаса со смещенным центром. Почти все лоскутные эфиры вы можете найти на ютубе. Там, правда, нет схем. Схема у нас в клубе. Как найти? То есть вы набираете в поисковой строке ютуба «Лоскутный эфир» – ананас. Или «Лоскутный эфир» – шишка. Ну, и в этом случае, как бы, вы увидите все видео, которые вам интересны. Конечно, рекомендую подписаться вам на «Лоскутный клуб». Потому что все схемы, все схемы к эфирам, все пояснения по блокам мы размещаем именно там. Что хотела сказать. Да, не забудьте, вот прежде чем шить цветные блоки, А из цветных блоков можно сделать вот такую вот штуку. И, в принципе, любую другую штуку. Посмотрите, какая прекрасная схема, да, интересная. Отлично, да? Смотрите. Подписка на клуб внизу. Там все есть, все, что вам нужно. Там больше 300 уроков уже всяких разных, как бы. И шейте пробные блоки. После шитья черно-белых играйте с цветовым тоном. Ну, я хочу сказать, что сейчас очень многие на даче, в отпуске, То есть, как-то, в принципе, этот блок можно шить и на руках. Ну, по-честному, если вы шьете по основе, его можно шить и на руках. Если вы где-то на даче, в отпуске, хочется руки чем-то занять, Взяли с собой основочку, нарезали вот таких полосочек, Ширина их 3,5 см. Самый оптимальный. Квадрат вот этот 5 см. И спокойненько шейте ананасики. Потом вы приедете с дачи или из отпуска, эти ананасики соедините в одеялко, И будет вам счастье. Ну, а самое прекрасное, это подписаться на этот канал. И, конечно же, взять курс ремеслов Академии Воскутного Шитья. Ибо именно там вы будете шить красиво, легко и правильно. И после этого вы будете удивлять своих родных и знакомых своими великолепными, Технично и правильно сделанными Воскутными изделиями. А у меня на сегодня все. С вами была Лада Христенко, мастер Воскутных Одеял. Всем удачного дня! Спрашивают про ткани. Ткани черно-белые, цветные. Есть у нас в учебном магазине Академии Воскутного Шитья в столе заказов. Вот еще раз QR-код. Вы можете телефоном нажать, и вы попадете в стол заказов. И вот еще раз ссылка на этот стол заказов. Теперь точно все. До свидания! Академия Воскутного Шитья Академия Воскутного Шитья Академия Воскутного Шитья